У придомовых территорий появятся новые хозяева. Раньше за городские дворы отвечал муниципалитет. Теперь эта привилегия предлагается самим жителям многоэтажек. Очевидно, что городу такой подход, несмотря на сложности оформления, очень выгоден. Мэрия не собирается полностью складывать в себя полномочия по обслуживанию территорий, но намерена по максимуму разделить их с будущими собственниками. У собственников помещений, оформивших право общей древой собственности на земельный участок, появляется возможность провести его благоустройство, создать детскую площадку, парковку для своих автомашин, сдать часть территории в аренду и так далее. Для горожан преимущества владения землей не столь очевидны. С одной стороны, хозяева смогут пользоваться всеми правами. Например, легко решить проблему нежелательной точной застройки. С другой стороны, появятся новые издержки в виде неизбежного в этом случае земельного налога, размеры которого, кстати, еще неизвестны. Пока нововведение касается только жителей многоэтажек, но в будущем будет решаться вопрос и с частным сектором. Это пример многих городов, в том числе и сибирских. Омский опыт. У нас сейчас 0,5% жителей организовали свои территории, как в собственной взяли, а в Омске почти 100. Они что, глупые, эти жители? Заместитель мэра прояснил еще один волнующий многих вопрос по поводу оплаты за детский сад. Пока никаких существенных изменений родительской платы горожанам не грозит. Депутаты горсовета решили и другую образовательную проблему. С нового учебного года для школьников, проживающих в отдаленных районах города, предусмотрены компенсации за проезд в общественном транспорте. Причиной такого решения стало отсутствие школьных автобусов. Из 30 необходимых в Улан-Удэ есть только три автобуса, отвечающих всем требованиям перевозки детей. Компенсации 30 рублей в день будут адресно выплачивать по заявкам родителей. Всего помощь получат около полутора тысяч школьников. Кроме того, на 62-й сессии видному общественному деятелю Иржене Будаевой посмертно было присвоено звание «Почетный гражданин Улан-Удэ». Алевтина Шаракшане, Даржи Чуйдопов, Новости дня.